Зайдем только до президентских выборов. То есть первый тур, Майя Санг на первом месте, на втором месте господин Дадон, и третий Усатый. Усатый, как я помню, взял 17% голосов. Так точно, да. Значит, люди, которые голосуют за Усатого, они не подразумевали. Более того, он нагонял такую волну, что по большому счету даже опросы были построены под него, и уже точно не надо и не обязательно говорить, кто на него работал, кто эти опросы ему рисовал, как их не публиковались и прочее. То есть Усатый был уверен ровно так же, как был уверен господин Дадон, что один выиграет прямо в первом туре, а второй войдет во второй тур с Майя Санду. Те же яйца из Атулии, только вид сбоку. Ну да, тебе виднее. Может быть, со стороны. Так вот, смотрите, какая картина получилась. То есть человек или избиратель, голосующий за Усатого, он отдал ему свой голос. И более того, понятно, что за Усатым как раз это единственный кандидат, который мог выстроить политику или позицию по центру, так называемому центру. Где в его багаже был и электорат и слева, и справа. Или по-другому румыноязычный, уж извините, да, и русскоязычный. Бесспорно, русскоязычный электорат, а сегодня уж точно можно говорить, как он себя повел, а в том числе и в городе Бельце, да, не готов был голосовать за Майя Санду. Точно так же, как румыноязычный, его электорат, точно не совсем был готов голосовать за Игоря Дадон. Конечно, с моей точки зрения, господин Усатый тогда сделал тот шаг, или, как говорится, поставил точку невозврата, да, что высказал за открыто и поддержал Майя Санду. Хотя он потом говорил, что я не совсем поддерживал. Ну, давайте, опять же, мы не забываем его встречи с господином Дериком Хоганом, который мы знаем, кого поддерживал. Здесь надо сказать, что не важно, что он подразумевал, важно, как это услышал избиратель. Избиратель это безошибочно трактовал, как поддержку Майи Санду. Совершенно верно. Он сделал все, что угодно. Совершенно верно. И тогда мы уже точно прогнозировали, что никаких 17% на парламентских выборах, мы понимали, что они неизбежны, только вопрос был, когда. Он их не получит.